Всем привет, ребята! Сегодня мы поговорим с вами вот об этой вот китайской машинке, хотя эта машинка была сравнительно дороже самых обычных аналогов, но и с ней не пришлось помучиться. Эту машинку вы, наверное, уже, на мой взгляд, могли где-то заметить, хотя, может быть, мне кажется, но вроде где-то в каких-то моих видео она мелькала, но только сейчас я её привёл вроде бы в более-менее там рабочее состояние. Раньше она не работала, и, наверное, я начну с её истории, и почему я её довёл, конечно, не специально, но так получилось. Такого вот полученного состояния перед моим, соответственно, ремонтом сейчас она полностью работает. Мне её купили, значит, примерно год назад, в мой день рождения, в июне. Мы там весело гоняли её. Она очень классно переезжает там через препятствия, по бездорожью. Даже сейчас, ну, там есть ещё небольшие проблемы, их надо будет устранить. Но, в общем плане, она сейчас полностью работает. Так вот, мы её гоняли, сажали батарейки, покупали новые. И поэтому у меня стал такой вопрос. А не переделать ли мне её на аккумуляторы? На аккумуляторы я её, конечно, переделал, но поработала она не очень долго. И потом она у меня стояла в запустении, тем более ещё у меня отвалились два контакта, или там сколько-то, не помню, от платы. Провода просто отпаялись. Это было, конечно, обидно, она у меня стояла в запустении. Потом я решил её как-то попытаться восстановить, и стал подпаивать контактом, потому что у меня ещё паяльника тогда не было нормального. Всякие разные медные провода маленькие. Ну, типа всяких сопель китайских. Вот, и это было, на мой взгляд, моей самой главной ошибкой. Дело в том, что я подпаила тоненькие медные провода к огромным толстым. Там толстые провода, я вам ещё их покажу. И там провода были по питанию, по заднему двигателю и по переднему. По переднему мотору ещё ладно, это можно. Там изначально были такие провода потоньше. А вот питание и задний двигатель нуждаются в большом токе, а из-за маленьких проводов у меня этот ток терялся. И машинка, соответственно, работала хуже. Вот вчера и сегодня я перепаивала все эти контакты. Контакты от ВЭФа 206 и других кандидатов. Но более-таки толстые, прочные, медные, надёжные. Они ещё заложены уже, к тому же были. И поэтому паять их было легко. Сейчас эта машинка полностью функционирует, кроме флаг, к сожалению. Потому что их тут нет. Но у меня остались разъёмы и со временем я их восстановлю. Вот вперёд, назад, лево, право. В принципе, вы как видите, всё отлично работает. У меня на машинке применена вместо оригинального медного листа, здесь был такой медный листик, приделан тоненький, и к нему припаян провод, как антенна. Приделана вот такая вот антенна от роутера. Мне просто нужно, чтобы побольше была длина. И изменений, конечно же, коснулся и сам пульт. Вот. У пульта, вы как могли бы заметить, замотана антенна. Замотана она, я скажу, не просто так. Потому что, если вы присмотритесь, вы увидите на конце шишечку. И эта шишечка, это та самая антенна от ВФ-206. Дело в том, что моя родная антенна просто стала разваливаться. Здесь просто вываливались секции, и осталась та самая, главное, большая. Она, конечно же, просто так никуда не вывалится. Поэтому к ней я приделал, там, зачистил предварительно вот эту вот антенну. Даже закрепил для надежности, и теперь она отлично работает. Также объект с изменением выключателя машины. Дело в том, что, как и у очень многих китайских машинок, да и вообще хороших даже машинок, это не влияет на качество их производителя. Около стекла, вы видите, выключатель, сделанный мной. Для этого он был на днище. И, как я еще раз говорил, большинство таких вот машинок радиоуправляемых, он находится на днище. Мне это не очень нравится тем, что приходится машинку переворачивать, чтобы ее включить или выключить. Я его решил вынести именно сюда. Конечно же, я еще перепаивала его, потому что раньше от него шли очень тоненькие, красненькие проводки, плюсовые. И они были очень длинными, поэтому была очень большая потеря тока. Сейчас я туда подпаял тоже провода от ВЭФа, от остатков ВЭФа, вернее. Вот, вы можете лицезреть пока на заднем плане, во что превратился мой ВЭФ. Вот, это все то, что от него на данный момент осталось. Можете пока ужасаться, а я продолжу о машинке. Сейчас эта машинка, кроме фар, полностью функционирует, и я покажу, каких узлов вообще изменения коснулись. Вот, пока нормальных винтов у меня, к сожалению, нету, куда-то они делись, не могу все найти. Ну и вот, сами внутренние все машинки. Здесь многое приклеено бинтом, потому что бинт даже в некоторых случаях очень хорошо заменяет скотч, я скажу. Вот здесь вот, главная плата, я ее снимать не буду, мало ли чего там отвалится. Я уже на эту машинку даже дышать боюсь. Вот я здесь перепаиваю разные провода. Это места моих скруток, не спаяк, а именно скруток, потому что из-за лени паятия действовал методом скрутия провода, и это поведет. И иногда вот в таких вот ситуациях это действительно проходит. Конечно же, в некоторых приборах это просто непростительно, но если пока другого варианта нет, то можно удовольствоваться и этим. Вот здесь примерно, где вот сейчас этот плюсовой провод, были те тоненькие контакты, очень длинные от выключателя. Сейчас вот туда, как я и говорю, он припаял контакты, кому видно, такой красненький и коричневый. И теперь здесь нормально все перебьется. Также у этой машинки используется для поворачивания колес какой-то такой сервопривод из моторчика. Не сервопривод такой китайский, а именно с моторчиком. Вот. Может кому видно? Там такая беленькая штучка, вот с этой стороны. Это лапка, или как там это называется, такой вот сервомашинки. И она двигает вот эту вот рось в одну или другую сторону. Вот, сейчас я покажу. Вот. В одну, в другую. Мне кажется, это чуть-чуть бывает неэффективно, но что уж поделаешь, что такое устройство это джип. Также, я помню, одну из проблем было то, что у меня все время отваливался контакт от этого моторчика. Я его прикручиваю, и он отваливается. Прикручиваю, и он отваливается. Но пришлось мне все-таки его нормально приделать. И, как видите, теперь эта машинка полностью функционирует. Когда будет потеплее, я могу даже ее на улице затестить. Мне кажется, я ее и весной ближайшей тоже тестить буду. Я это засниму обязательно. На снегу, по грязи. Машинка типа Камера. И, как я еще раз говорю, она очень хорошо ездит. И по грязи я пробовал, и по ухабинам. И, ну, в любом случае, лучше всяких там дешевых машинок из Адмирала за 300 рублей. Кстати, в Адмирале иногда можно купить машинку за 300 рублей, которая у нас еще на аккумуляторах будет. Это, конечно, прикольно. Ну, наверное, по этой машинке я буду все заканчивать. Потому что, говори... Ой, ты куда поехала, милая? Еще не весна. Я рано кататься. Даже я пока выключу. Так, и, как я еще раз говорю, я буду про нее заканчивать. Потому что сказать мне больше про нее особо нечего. И всем до свидания. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. И до скорых встреч, ребята. Пока. Пока.